Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Разрешите осуществить пуск газа? Разрешаю. Представители руководства республики Прикубанского района и ресурсоснабжающей организации дали старт подключению к газоснабжению домовладения представителя льготной категории, участника специальной военной операции Анзора Каркмазова. Ранее для приготовления пищи и обогрева жилых помещений его семья использовала жиженый газ в баллонах. Однако, благодаря программе социальной дегазификации в этот дом, а также в дома еще более двух с половиной тысяч семей, теперь поступает голубое топливо. От имени главы Карачаева, Черкесской республики, Рашида Борзбевича, Тымризова, я хочу поздравить сегодня вас с этим замечательным днем, когда в ваш дом придет тепло, газ. Хочу пожелать, чтобы вместе с этим газом в ваш дом пришло счастье, благополучие. И самое главное, чтобы ваш сын, который сегодня выполняет свой воинский долг, гражданский долг, конституционный долг, чтобы он живой, здоровый вернулся к вам. Отдельные слова признательности, что вы вырастили настоящего мужчину, защитника нашего Отечества. Благодаря программе социальной дегазификации, запущенной нашим национальным лидером, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и благодаря главе республики вы, как отдельная, особо значимая категория потребителей, сегодня воспользовались правом на субсидию, на предегазификации, и ваше домовладение подключено к газу абсолютно бесплатно. Представители ресурсоснабжающей организации на всякий случай провели для родителей Анзора Каркмазова инструктаж по использованию газового оборудования. Как же не подпускать детей газового кибора, и не забывать о ежегодном техническом обслуживании всех газового кибора. А родственники поделились собственными переживаниями. Мы почти рядом живем с братом, так что я его проблемы знаю, его боль, как он волнуется за своего сына. Я все это вижу и вместе с ним переживаю и за отчизну нашу, и за детей, которые служат. В настоящее время с нашего района достаточно большое количество, находящихся в зоне СВО. Всяческая всемерная поддержка оказывается администрацией района. То есть это и все социальные выплаты, это вся социальная поддержка, это та же газификация, как сегодня. По программе дегазификации подводится к земельному участку, на котором построен дом. А дальше подводится уже за счет средств Газпрома, Министерства труда социального развития, то есть на газоиспользующее оборудование. К слову, в настоящее время по программе социальной дегазификации в Карачаево-Черкесии принято еще 4800 заявок. И, как заверяет Газпром, Межрегион Газ Черкесск, все домовладения обязательно будут газифицированы. Артур Мкцы, Ахмад Чучаев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Прекрасная возможность получить профессию будущего. В Черкесске на базе многопрофильного технологического колледжа открывся Центр опережающей профессиональной подготовки. Об основной задаче учреждения расскажет Алихан Липшоков. Центр опережающей профессиональной подготовки позволит гражданам всех возрастов повысить свою квалификацию и пройти профессиональную подготовку. На открытии учреждения всех собравшихся поздравил заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Джанибек Суюнов. Он подчеркнул, что Центр опережающей профессиональной подготовки открывается в рамках федерального проекта «Профессионалитет» по поручению главы республики. С открытием этого центра мы связываем большие надежды по выполнению тех целевых показателей, которые доведены до нашей республики в рамках исполнения вопросов, связанных с подготовкой и переподготовкой кадрового потенциала нашей республики. В связи с этим у нас ряд задач перед всеми нами стоит. Мы надеемся, что с открытием этого центра для наших граждан появится возможность получить профессиональное образование по наиболее востребованным перспективным профессиям и компетенциям, отметила министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Опережающая подготовка – это значит подготовка тех специалистов, которые нужны будут экономике региона уже завтра. Именно этот центр будет заниматься подготовкой конкурентноспособных, высококвалифицированных кадров в том числе. Мы должны понимать, какие кадры нужны, где и когда они потребуются. И сегодня создана вся необходимая инфраструктура, чтобы эта подготовка проходила на высоком уровне. После заместитель правительства республики Джанибек Суинов и министр образования и науки Инна Кравченко, перерезав красную ленту, дали старт деятельности центра опережающей профессиональной подготовки. Все кабинеты оснащены современными компьютерами и необходимым оборудованием для учащихся. Здесь каждый сможет получить тот необходимый багаж знаний для дальнейшего трудоустройства по востребованным профессиям. Будем надеяться, что этот центр принесет много положительных результатов для нашей республики, для нашего населения, для нашей экономики. Будем ориентироваться как на профессиональную ориентацию школьников и для всех категорий граждан будем готовить активную переподготовку, повышение квалификации, будем адаптировать наши программы под реалии экономики. Собравшиеся подчеркнули, что данное образовательное учреждение станет для всех жителей региона местом вдохновения и новых знаний для профессионального роста. Альхан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильные ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ветер восточный 6-11, порывы будут до 12-14. Температура ночью 13-18, в горах до плюс 11, днем 20-25, градусов тепла и местами до плюс 17. В южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 6-11, порывы будут до 14. Температура ночью 16-18, а днем 22-24 градусов тепла. Здесь предлагают посетителям развитую инфраструктуру, гостиницы, кафе с блюдами национальной кухни и массу увлекательных развлечений. Один из популярных маршрутов в Карачаево-Черкесии – туристический комплекс «Медовые водопады». О том, как здесь можно провести время, туристу расскажет Алла Качиева. Незабываемый отдых в горах. Здесь можно почувствовать магию ущелья реки Аликоновки и силу медовых водопадов. Горный воздух, прозрачная вода, аромат трав, мощь скалистого хребта манят туристов со всей страны и даже зарубежья. И причем число желающих попасть сюда растет в геометрической прогрессии. Этому способствует помощь и поддержка руководства Карачаева-Черкесии. Да и сам руководитель туристического комплекса «Медовые водопады» Муссаботашев воплощает креативные идеи, чтобы приехавшим отдыхать было комфортно, интересно и полезно. Три года назад до курорта провели современную дорогу. Здесь открыт этнографический музей, сувенирный магазин, работает ферма «Альпак». Процентов на 30-40 туристов стало больше. Во-первых, ну, неоткуда без добра, видимо. После этих санкций все санатории на Кабминводах, они стопроцентно сейчас заполняемые, а санатория порядка 140 и примерно столько же гостиниц. Ну, не считая частного сектора, куда идет размещение. А потом Карачаево-Черкесии. На Кабминводах миллион 200 проживающих, ну, соседние регионы. Ну, и вот день сейчас проходит порядка двух тысяч человек в день. И все они, как правило, проходят через музей. Он открыт. И думаю, что туризм очень сильно развивается. Здесь можно покататься на лошадях карачаевской породы. Насладиться природой сверху и получить дозу адреналина можно на самом длинном зиплане в России. Туристы признаются, что этот удивительный уголок природы Кавказа расположен среди величественных гор и зеленых лесов. Шум воды здесь становится музыкой, а старинные предания оживают перед глазами. Я, бабушка вот этих четверых внуков, и это моя дочечка. Приехали мы с Пятигорска. Мы сюда уже не первый раз приезжаем. Бесподобная республика. Такие люди здесь гостеприимные, добрые. Кому не подойдешь, всегда все объяснят, все расскажут. В общем, мы очень любим сюда приезжать. Мы очень часто сюда приезжаем. И каждый раз удивляемся новым постройкам, новым посадкам, чистоте. Ощущать свободу и скорость, исследуя природу и окружающую среду, туристы могут катаясь на квадроциклах. На этом виде транспорта можно попасть в те места, где обычные автомобили не могут проехать. Есть экстрим-парк «Медовые водопады». Это отличное место для проверки своих способностей в экстремальных видах спорта. Пешие прогулки по окрестностям, где можно пройти через леса, каньоны и равнины, также предусмотрены. Игорь Борисенко прилетел из Москвы. Ну, на самом деле, сюда пришли из Кисловодска, пешком по тропе. Место шикарнейшая погода, и люди вообще просто великолепные. И я бы, на самом деле, всем рекомендовал... Вот у меня сегодня юбилей, у меня сегодня 55 лет, день рождения. И я бы всем рекомендовал встречать свои юбилеи в горах, с палками, с прекрасным воздухом, прекрасной водой, прекрасными хичинами, ну и как же без Айрана. Вообще всех благ этому месту и тем людям, которые сюда приходят. Спасибо огромное. А в знойную жару, какой было это лето, десятки туристов наслаждаются под самими водопадами. Пробуют блюда на ценами кухни. Употребляют они и духовную пищу, посещая Карачаевское подворье. Желаем процветания. Конечно, культура очень интересная. Все это сбыт, вот этот очаг, вот это собрано столько интересных вещей старинных. Это все завораживает на самом деле. И огромная благодарность всем, кто это создал. Потому что там вот это подворье, да, допустим. Сейчас вот я давным-давно была на медовых водопадах, и не было вот такого прекрасного, ну как оборудования, да, не было. А сейчас просто потрясающе. Конечно, процветание. Конечно, всего самого доброго и огромная благодарность вам, всем, кто это организовал, и кто за этим, за всем, как сказать, ухаживает и следит. Многое сделано, но еще и многое предстоит делиться планами муссаботажев. Хочется сделать так, чтобы на медовые водопады хотелось возвращаться вновь и вновь. Алла Качива, Левастанов, Вести Карачева, Черкесия, Малокарачаевский район. В Дагестане завершился Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии-2024». В масштабном мероприятии приняли участие около ста журналистов со всех уголков России, которые представили на суд жюри почти три сотни работ. В ТРК Карачаева-Черкесии также участвовали в конкурсной программе. Передача нашей коллегии журналиста отдела вещаний на карачаевском языке Медина Джанкезовой «Народные традиции», которая была посвящена древнему карачаевскому обряду, отмечена специальным дипломом. В номинации «Лучшая режиссерская работа» первое место присудили Айшат Алиевой. Судьи наградили дипломом и журналиста отдела публицистики Ольгу Савенко за спецпроект «За наших» в рубрике «Герой нашего времени». Она рассказывала про участников СФО. Свой вклад в победу внесли и наши телеоператоры Али Бастанов, Олег Молхожев и Михак Аракелян. В церемонии награждения приняла участие директор ГТРК «Карачаева-Черкесия» Светлана Казиева. Такими событиями отмечен этот день. Далее блок политической рекламы, а после смотрите продолжение сериала «Дама с собачкой». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин